Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Натальи Белышева. Высгородские миллионы в поисках улик по делу о взятках прокуратура обыскала Киевский облсовет. Что нашли? Проклятое место. Почему новый прокурор Одесской области продержался в кресле меньше двух недель? Куда голоса пропали? На что способна наспех скороченное парламентское большинство? Сегодня пятница и поэтому в первую очередь я напомню, что сразу после нашего выпуска главное политическое ток-шоу страны «Черное зеркало» в эфире Интера. О темах программы я расскажу немного позже, а пока к основным событиям этого дня. Мэр Высгорода невиновен. С этим месседжем соратники городского головы сегодня собрали пресс-конференцию. Но прокуратура настаивает, что Алексей Момот получил через посредников взятку в 200 тысяч евро. За что его с подельниками и задержали. Все подробности этого громкого скандала далее в сюжете. 200 тысяч евро аккуратно разложены на столе. И это только первая часть взятки, которую получил мэр Высгорода Алексей Момот от строительной компании, считают в прокуратуре. А вот соратники городоначальника говорят, что все это провокация. Для того, чтобы місто Высгород поверило в причетность Высгородского міського головы до тех звинувачений, которые прозвучали, должны быть оприлюднены беззаперечные доказы. Доказы, которые прямо и безапелляционно вказывают на то, что он до этого причетный. Накануне работники прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали Момота в его кабинете. А в центре Киева взяли двоих его соратников, которые получили деньги от строительной компании за то, что руководство города не будет препятствовать возведению жилого дома в центре Высгорода. Такова версия следствия. Алексей Момот мэром стал совсем недавно. Его избрали в октябре прошлого года. Выдвиженец партии «Воля». Вот он во время одного из выступлений рассказывает как раз о строительных делах. За последние две сессии міської ради мы выявили и повернули месту больше семи гектаров земель, которые были отведены такими сумнительными оборудками. В Высгороде Момот человек довольно известный. Долгое время он был депутатом горсовета, и за ним тянется криминальный шлейф еще с 90-х. Свой первый капитал нажил не совсем честно, говорят эксперты. Этот человек Момот от партии «Воля» уже сидел в 90-х годах за кражу с проникновением. Это знал весь Высгород. И они все равно за него проголосовали, хотя там разница была. Он победил с преимуществом 80 голосов. Интересно, что человек, которого подозревают в получении взятки, сам пришел во власть на антикоррупционной риторике. А его соратники из партии «Воля» были одними из авторов скандального закона о люстрации. Мэр, представитель партии «Воля», на жаль, это еще раз нам демонстрирует, что на самом деле качество этих новых партий, которые пришли после Майдана, на хвиле Майдана, она часто мало чем отрозняется от старых партий. На жаль, действительно часто эта антикоррупционная, люстрационная, даже проевропейская риторика, они просто прикрытые банальные соратники за владой. Мы обратились к представителям партии «Воля», Егору Соболеву и Виктории Сюмар, чтобы они прокомментировали историю с получением взятки однопартийцам. Но Соболев отказался, сославшись на занятость, а Сюмар на наши звонки и сообщения не ответила. Оксана Григорьева, Андрей Кровец, подробности, телеканал Интер. Все дороги ведут в Выжгород. Второй день подряд этот город в Киевской области фигурирует в громком скандале. Сегодня следователи прокуратуры обыскивали кабинет главы Киевского областного совета. Что нашли и там ли искали, знает наш корреспондент Александр Пантелеймонов. Я хочу сейчас журналистов запросить, подивиться, что в ней находится. Микроволновка, кавоварка, да, очень хорошо, подивитесь. Это и комната 742. То есть, какие шмот сала прокуратура в меня шукала, я не совсем понимаю. За час до этого, около 10 утра, глава Киевского облсовета Анна Старикова принимала других гостей. Следователи прокуратуры и СБУ пришли с постановлением на обыск. Правда, в подсобном кабинете Стариковой хотели найти документы иного чиновника, главы юрдепартамента Александра Колодия. Вказано криминальное проведение, зарегистровано за извинениями граждан, которые вказали на причетность к этих оборудов одного из служебных людей Киевской областной Рады. В рамках досудового расследования было отримано ухвало суду на проведение обшуков за местом работы этой особи, за местом проживания и за местом последних работ этой особи. Это начальник управления правового обеспечения Киевской областной Рады. Глава облсовета говорит, кабинет коллеги, которым интересуются следователи, вообще на другом этаже. Это мой кабинет. Я связываюсь с тем, что Киевская областная Рада уже сделала несколько заявок относительно нелегального обезда на мыло песка и вырубки дерев в Киевской области. Сам глава юрдепартамента Колодий сейчас только фигурирует в деле о махинациях с землей в Вышгородском районе. Сегодня он в командировке, на звонки не отвечает даже коллегам. Я ему телефоновал, он трубку не брал. Я первый раз сегодня узнал, что до него есть какие-то претензии. До этого я даже не знал и не уявлял. По словам главы облсовета, сотрудники прокуратуры никаких вещдоков не нашли. Почему обыскивали именно это помещение, в прокуратуре объясняют так. Поступила оперативная информация. Какая, не уточняют. За нашей оперативной информацией, именно это помещение должно быть кабинетом этой особи. В тот же час хочу наголосить, что данное криминальное проведение не имеет никакого отношения к главе областной рады. Начальник юрдепартамента пока никто не задерживает. Хотя в его квартире обыск все-таки провели. И при этом дверью не ошиблись. Главу же Киевоблсовета в прокуратуре заверили. К ней претензий не имеют. Александр Пантелеймонов, Владимир Дедов и Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер. Новый кабмин во главе с новым премьером Гройсманом. Второй день в парламенте. В ради традициям не изменяют и тщательно допрашивают министров. Удалось ли новым держателям портфелей разъяснить программу правительства? Существует ли эта программа как такова? И хватает ли в парламенте голосов для принятия новых законов? Узнавали наши корреспонденты. Еще не успели освоиться на своих местах, а уже с отчетом в парламенте. Новый состав кабмина полон надежд. Первым делом обещают разобраться с запланированными предшественниками повышением тарифов с мая. Будет запрошенный НКР ЕКП, НАК «Нафтогаз» Украины, представники Международного валютного фонда. И мы бы хотели разглядеть и подивиться прозорость формования тарифов. Только вот депутатов репутация новых министров беспокоит. Молу, главного финансиста страны Александра Данилюка два незадекларированных офшора. У меня нет офшоров. Если вы хотите ставить на голосование вопроса снятия меня с посады, я это поддерживаю. Но для меня это выклик. Он давал пояснение с этого привода, что когда-то он на самом деле владел и имеет опыт работы за кордоном. Это правда. Но сейчас ничего подобного нет. Это его особенная ответственность. Место министра здравоохранения пустует. По словам депутатов, возглавить Минздрав отказались не менее 15 кандидатов. Кто и когда возьмет на себя ответственность за медицинскую отрасль, понимания нет. Все камни за нехватку лекарств полетели в огород исполняющего обязанности министра здравоохранения. А еще в новом Кабмине будет группа поддержки реформ, которую возглавят бывший министр экономики Словакии Иван Миклаш, заявил Гройсман. Призывал и парламент к сотрудничеству. Впрочем, в то, что реформы сдвинутся с места, не верит бывший советник министра экономики Яника Мирила. На своей странице в фейсбуке она написала, что уже год депутаты откладывают голосование за отменную регистрацию иностранных инвестиций. Да и у парламентариев. После вчерашнего голосования за состав правительства оптимизма поубавилась. Великая часть министров, которые вошли в этот уряд, это люди, которые в меня используются прихильностью. Но давайте будем говорить отверто, что те условия, в которые они сами себя загнали, они не приведут к успешности. Нет программы. Мы не понимаем, какие цели ставит перед собой этот уряд и чем, соответственно, он будет ответить. Та программа, которая была проголосована вчера, это просто папирцы, в которых нет одного из мест. Сейчас, когда все уже хорошо понимают, что последующие выборы будут в ближайшее время, я не верю в то, что коалиция может принимать эффективные политические решения. Тем более, как мы видим, там нет простой большинства. Вчерашнее голосование это довело. Если не увидят никаких решительных шагов и не увидят никаких изменений, поверьте мне, эта коалиция продержится очень недолго. О том, что коалиция в нынешнем виде слишком шаткая, уже признают и в БПП, и в Народном фронте. Там по-прежнему зазывают свои ряды депутатов. Мы вчера слышали заявы Луценко и спикеры Поробия, что сейчас надходят заявы позафракционных, доступ к фракции БПП. Хочу еще раз наголосить, что до фракции Народного фронта не было подано нижней заявки пока что. Коалиция как така, я не дейоздатна, даже если она имеет 226, потому что 226 на работу не ходят. Но действительно, где-то будут поддерживать позафракционные. И я думаю, что с этим запасом парламент еще какой-то час может происнувать. Но это точно не до конца каденции. Мы считаем, что будут перевыборы. Реальный состав коалиции это 206-210 человек. И это очень нестойкая конструкция. Оно не даст возможности работать никакому правительству. Поэтому сказать, что выбрали правительство и кризис ушел, этого нет. Кризис продолжается, кризис политический, кризис доверия людей к власти, кризис экономический. Следующая неделя у депутатов сессионная. Она и покажет, может ли большинство голосовать за экономические и социальные законы, а не только вести закулисные переговоры и решать политический кризис. Ольга Рыцарь, Анна Каменева, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности в телеканал Интер. О новом Кабмине, его составе и о потенциальной способности правительства вывести Украину из затяжного политического кризиса будут сегодня говорить и в студии ток-шоу «Черное зеркало». Прямо сейчас там уже собираются гости. В числе важных тем для обсуждения и новая коалиция. Жизнеспособно ли парламентское большинство и доживет ли оно до осени? Об этом и не только вы узнаете сразу после выпуска подробностей. Обозреватели ведущих мировых изданий комментируют назначение нового премьера Украины Владимира Гройсмана. Агентство Bloomberg отмечает, что перед ним много вызовов и один из самых важных – это разблокировать выплаты от МВФ. А вот американская Нью-Йорк Таймс сомневается, что у Гройсмана будет достаточная поддержка в парламенте для проведения необходимых реформ и выполнения минских соглашений. В частности, пункта об изменении Конституции, который предполагает предоставление захваченным территориям Донбасса особый статус. Британский журнал «Тайкономист» рассказывает о долгой премьере Аде и проводит параллели с ситуацией 2005-2006 годов, когда успех оранжевой революции похоронили конфликты во власти. Главное отличие, отмечает издание, это влияние сильного гражданского общества, которого на тот момент не было. Положительно на избрание Гройсмана отреагировала израильская газета «Харец», которая вспомнила об успешных проектах нового украинского премьера и бывшего мэра Винницы при участии израильских предпринимателей и политиков. А вот как прошел первый день работы нового правительства? Это сегодня пыталась узнать наш корреспондент Ольга Теребинская. Она сейчас находится на Грушевского и с нами на прямой связи. Оля, так чем сегодня занимались премьер и новые министры? Здравствуй, Наталья. Сейчас мы под кабинетом министров. Пока мы здесь, отсюда никто не выходил. Свет горит буквально в нескольких окнах, так что узнать из первых уст, как проходил первый рабочий день новых министров, нам не удалось. Известно, что было рабочее совещание. Посвятили его закону о госслужбе. 1 мая этого года он вступит в силу. Вместе с замами и министрами Владимир Гройсман обсудил, как идет подготовка нормативно-правовых актов для реализации закона и какие вопросы остаются неурегулированными. Была информация, что первое организационное заседание прошло еще вчера вечером, прямо в Верховной Раде после голосования. На сайте правительства также есть новость, что премьер Владимир Гройсман сегодня встречался с заместителем Генсека НАТО Александром Вержбову. Договорились подготовить комплексный пакет помощи Украине и обсудили вопрос о будущем сотрудничестве Североатлантического альянса и нашей страны. Также Владимир Гройсман представил сегодня коллективом министерств их шефов. Вице-премьера, министра эконом-развития и торговли Степана Кубева, министра финансов Александра Данилюка, министра Кабмина Александра Саенко и главу Минтопэнерго Игоря Насалика. Но прессу никуда не приглашали. Следующее, по сути, первое полноценное заседание Кабмин планирует провести в понедельник. До этого времени премьер поручил каждому министру проанализировать план действий предшественников и подать свои предложения. Студия. Спасибо, Оля, Ольга Теребинская о первом дне работы нового правительства. МВФ готов работать с новым правительством Украины. Об этом сегодня заявили представители фонда. На каких условиях и чего в Международном валютном фонде ждут от нового Кабмина? С подробностями из Вашингтона. Тихон Дзитко. О перспективах сотрудничества с Украиной в Международном валютном фонде говорят осторожно. Уже не столь критично, как несколькими месяцами ранее. Но, похоже, выводы делать не торопятся. Сегодня об этом говорил глава Европейского департамента МВФ Пол Томпсон. По его словам, пересмотр нынешней программы фонда в отношении Украины, а следовательно и новый транш финансовой помощи, возможен в ближайшее время. Но это зависит от того, как себя проявит новый кабинет министров. Мы готовы и далее поддерживать Украину и ожидаем встречи с новым украинским правительством, сформированным накануне. С прежним Кабмином мы достигли соглашения о том, какие необходимо проводить реформы, и есть хороший фундамент для их выполнения. Но теперь нужно, чтобы новое правительство подтвердило эти договоренности. Если это произойдет, я думаю, скоро программа может быть пересмотрена. О готовности работать с новым кабинетом министров вчера говорила и глава МВФ Кристин Лагард. Впрочем, довольно показательным выглядит то, что об Украине высоко поставленные чиновники фонда говорят как будто неохотно, очевидно, ожидая конкретных изменений и реформ. А они, по мнению экспертов, необходимы. Наталья Ереська, со вчерашнего дня министр финансов Украины с приставкой «Экс», дает советы новому кабинету. Выполнение программы МВФ для Украины необходимо, даже если реформы болезненны. Новое украинское правительство должно неукоснительно выполнять эту программу, полностью включая болезненные реформы. Например, привести цены на газ в соответствии с рыночными, что критически важно. Риск популизма высокий, это очень опасно. Только полностью выполнив программу МВФ, мы сможем восстановить доверие и уверенность не только международных партнеров, но и бизнес-сообщества. Продолжение сотрудничества с МВФ – одно из напутствий, которое Ереська дала новому правительству. Нужно, по ее словам, сокращать дефицит бюджета и жить по средствам. При этом бывший министр отметила, что только со временем украинцы смогут ощутить преимущество реформ на собственном кармане. Тихон Зитко, Никита Исаико. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Удастся ли новому украинскому правительству разблокировать выплаты МВФ? И когда Украине ждать денег? Об этом сегодня будут говорить гости ток-шоу «Черное зеркало». И к этой беседе по скайпу подключится также наш специальный корреспондент в США Тихон Зитко. Лидеры Франции и Германии в телефонном разговоре обсудили с Петром Порошенко политическую ситуацию в Украине. В первую очередь Украине следует провести ряд реформ, прежде всего в сфере права. Отдельно и Алант, и Меркель настаивают на борьбе с коррупцией. Также западные лидеры призвали Киев ускорить выполнение условий минских соглашений. Придерживаться режима прекращения огня и провести выборы на Донбассе. Президент Петр Порошенко упомянул об инициативе введения полицейской миссии ОБСЕ в зоне конфликта. Лидеры Франции, Германии и Украины обсудили также состояние здоровья приговоренной в России и украинке Надежды Савченко. Сама же Савченко отказывается от услуг тюремных врачей и продолжает сухую голодовку. Вчера она приняла последнюю капельницу, которая могла бы на время устранить последствия обезвоживания. Ни украинских, ни немецких медиков к ней так и не допускают. В каком состоянии украинская лётчица сегодня? Все подробности расскажет Данил Русаков. Ни сестру Веру, ни помощника депутата Надежды Савченко, Олега Мезенцева в новочеркасское СИЗО сегодня так и не пустили. Начальник пенитенциарного учреждения отправил их за разрешением в Донецкий горсуд. Общение с секретарём, по словам очевидцев, длилось всего несколько минут. В разрешении на свидание отказали почти сразу. Единственный, кто беспрепятственно сейчас может увидеть заложницу, это её адвокаты. Накануне соратники Савченко сообщили, Надежда отказывается от услуг российских врачей. Прежде они проводили осмотры и брали анализы крови у пленницы. Украинских и европейских медиков в изолятор до сих пор не пустили. Состояние здоровья Савченко близко к критическому. Надежда вчера в четверг приняла последнюю капельницу, как она говорит, потому что для каждой такой капельницы требуется письменное согласие. Она нам сказала, что она больше не будет подписывать. Это было настояние чиновника российской тюремной системы Ларионовой, Ирины Ларионовой, которая приезжала в прошлое воскресенье из Москвы, когда они видели, что медицинские анализы Надежды показывают, что она буквально на грани. Последнее, что накануне успели сделать тюремные врачи, это инъекции. 900 граммов раствора глюкозы и натрия хлорида ввели внутривенно. Организм сильно обезвожен. Введённые препараты, по словам соратников Савченко, дают кратковременный эффект. С медицинской точки зрения они способны лишь на какое-то время устранить последствия дефицита влаги. Самый уязвимый орган сердца ближайшие сутки для Надежды могут стать особенно тяжёлыми. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Чтобы обменять Надежду Савченко на бойцов российского ГРУ Александра Александрова и Евгения Ерофеева, относительно них должны быть приняты соответствующие судебные решения. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, власти страны постоянно находятся в контакте с руководством ЕС и США, чтобы выстроить оптимальную модель спасения Надежды. Это, естественно, не является, и это все должны понимать, обычный обмен, поскольку Надежда была захоплена и вывезена до России, как известно, каким образом. Она ничего не делала, и все, что происходит в России, это сути политическая спроба извинять ее и извинять Украину в том, что никогда не делалось. Один шаг остался до окончания процесса над пленными ГРУшниками Ерофеевым и Александровым. Сегодня состоялся заключительный этап соревнования между защитой и обвинением. Что обвиняемые заявили в последнем слове и сколько им светит в случае обвинительного приговора, в зале суда работал мой коллега Геннадий Вивденко. Таким шумным оказалось начало сегодняшнего заседания над российскими ГРУшниками. Женщина представилась как бывший донецкий адвокат. Впрочем, вскоре все успокоились и процесс начался. Главное обвинение военных прокуроров – ведение агрессивной войны против Украины и терроризм на ее территории. Военные прокуроры требуют максимальный срок для обвиняемых – 15 лет заключения. После речи обвинения стало плохо переводчица россиян. Ее обследуют медики. По согласованию сторон, слушания полностью проходят на русском языке. Защита настаивает на отсутствии доказательств против обвиняемых. Адвокат Рыбин принес даже муляж черепа с отверстием и пулю от винтореза, пытаясь доказать украинский солдат в том бою под счастьем не мог быть убит из винтореза. Единственного российского оружия, найденного на поле боя. У винтовки калибр больше. И с нее стерты отпечатки. Все доводы обвинения адвоката считают неубедительными. Какие ваши доказательства, сторона обвинения? Почищенная винтовка, неизвестно откуда взятый телефон, одежда моего подзащитного и протокол негласных следственных мероприятий, которые-то и к делу пришить нельзя. Стороной обвинения не предоставлены надлежащие доказательства. Адвокаты просят суд оправдать подзащитных. Дебаты окончены. Ни одна из сторон не пользуется правом реплики на доводы друг друга. Последнее слово обвиняемых. Они вину не признают. Нужно обвинения подъявить, что был максимальный гранат. Считайся не виновным. Процесс судебный. Все это следствие считаю исключительно политическим, чтобы предъявление обвинения стороной не предоставить обвинения. Считайся не виновным. И никто не подавляет. Защита добивается, чтобы в результате грушники были признаны комбатантами. То есть в этом случае боевиками так называемой ЛНР. Тогда они отправятся именно туда в рамках обмена военнопленными. Обвинение, уверенно, в обратном. Главное, что интересует прессу в зале, могут ли обменять россиян на надежду Савченко. Ни одна из сторон не исключает такой возможности. Судьи взяли себе на размышления почти трое суток. Ожидается, что приговор может быть оглашен в понедельник. Геннадий Вивденко, Сергей Еременко. В Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками здание, в котором находится представительство российского агентства Россотрудничества. Полтора десятка человек в балаклавах пришли к зданию, выкрикивая лозунги в поддержку осужденной Надежды Савченко. Затем полетели дымовые шашки и фаеры. А возле дверей радикалы сложили шины и пытались их поджечь. Правда, не успели, узнав, что сотрудники организации вызвали полицию. Они разбежались. В зоне АТО за сутки зафиксировано более ста обстрелов боевиков. Это рекорд за последние почти восемь месяцев. Самым горячим остается Донецкое направление. Все подробности о ситуации там расскажет Ярослав Кречко. Стрельба в районе Авдеевской промзоны практически не утихает. Днем боевики открывают огонь из пулеметов и гранатометов. В темное время суток используют артиллерию. Из поселка Пески украинские военные каждую ночь видят, как враг стреляет из запрещенного Минскими соглашениями оружия. А вот оборону украинских военных в районе поселка Пески постоянно прощупывают небольшие группы боевиков. Тут подходят до этого домика близко метров 130, до башни, гаражей, и по этому опорнику начинают обстрел. Тут в основном стрелецкое оружие, с РПГ надо подлазить. Мы стараемся не допускать. При первой команде можем открывать огонь на поражение. В районе Донецкого аэропорта замечены танки боевикова. Наиболее напряженная обстановка на этом участке фронта на шахте Бутовка. Вчера была очень напряжена поза. Вчера больше 40 Мин накидали за ночь. Это просьба не только за саму Бутовку, просто она примыкает безпосередньо до фланга Авдеевской промзоны. За сутки только на Донецком направлении зафиксировано более 70 обстрелов боевиками украинских позиций. Ярослав Кричко, Юрий Романюк и Анатолий Воробей. Подробности, телеканал Интер. Пятеро человек задержаны в Британии по подозрению в терроризме. Один мужчина в лондонском аэропорту Гатвик. Он был на учете во французской и бельгийской полиции. Еще четверо, это трое мужчин и одна женщина. В чем конкретно обвиняют этих людей, полиция не сообщает. Тем временем в Бельгии журналисты добились отставки министра транспорта. Почему ей пришлось уйти подробнее София Гордиенко. Вчерашняя сессия в бельгийском парламенте шла своим чередом дебаты, дискуссии на ковер вызвали премьер-министра с подчиненной Жаклин Галан, главой транспортного министерства. Ее обвиняли в том, что она проигнорировала вот этот документ. Заключение от инспекции ЕС. Март 2015-го выводы критические. В логистике охраны аэропортов серьезные ошибки, обеспечение безопасности на неудовлетворительном уровне. Премьер-министр пытался выгораживать подчиненную. Она не видела документа. Ей о нем стало известно из прессы. Но оказалось, Шарм Мишель не совсем владеет ситуацией. Глава администрации транспортного министерства Лоран Лиду, уволившийся на днях, рассказал прессе, что отчет она получила, но менять ничего не стала. Она просто ослабляла свое министерство, подчиняясь только политическим и экономическим лобби. Я еще два года назад говорил, что безопасность должна быть повышена, но выделенные на это деньги направлялись на другие проекты. После шквала критики сегодня в 12.10 министр подала в отставку. Режиссируемая шумиха не позволяет мне исполнять спокойно свои обязанности и заниматься делом. Поэтому, посоветовавшись с премьер-министром, я подаю в отставку. Закончив свою пламенную речь, мадам Галам, протрудившаяся на должности министра едва год, покинула зал под аплодисменты сотрудников. В знак почитания или ликования сказать трудно, но окружение министра считало ее методы управления очень жесткими. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, телеканал Интер Брюссель, Бельгия. Без аплодисментов и с офшорным душком уходит со своей должности министр промышленности, энергетики и туризма Испании. Ему пришлось подать в отставку из-за панамского досье. Он также покинет партию и, собственно, прекратит свою политическую карьеру. Напомню, имя Хосе Мануэля Сориа фигурирует в расследованиях офшорных сделок. Согласно документам, он якобы был связан с Багамской компанией, через которую укрывали доходы многие испанские фирмы. Премьер-министр Марианна Рахой, скорее всего, примет отставку министра. Об этом сообщает испанская пресса. Панамапад ранее, я напомню, коснулся премьер-министра Исландии и министра энергетики Мальты. Они сложили свои полномочия. Тем временем правительство Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании договорились обмениваться информацией о тайных владельцах коммерческих компаний и трастов. Это поможет выявить механизмы уклонения от налогов. А в Одессе бушуют страсти по прокурору. Активисты уже две недели пикетируют здание областной прокуратуры, требуя отставки областного прокурора Николая Стоянова. И вот сегодня в ситуацию вмешался президент. Чем все закончилось, расскажет Андрей Анастасов. Прокурором Одесской области Николай Стоянов стал 30 марта. По решению суда, сразу после увольнения Давида Сакварелидзе. Но на рабочее место попасть так и не смог. Активисты забаррикадировали ведомство и объявили бессрочный Майдан. После решения суда на второй день его должны были уволить по закону прочищения влады. К сожалению, этого не сделали. Шесть лет Стоянов работал прокурором Николаевской области. И там активисты о нем нелестно отзываются. Масштабная коррупция, незаконное обогащение. В бытность его прокурора Николаевской области неоднократно были звернания. Ноль. Ни ака уваги, одни отписки. Также были звернания, что до воровства в аэропорту ведомые. Теж ноль в справе криминальной по рейдерскому захоплению. Подозревается там фирма, которой владеет дружина Миколы Стоянова, прокурора. И вот сегодня президент Украины обратился с письмом к руководству Генеральной прокуратуры. Мол, все же необходимо выполнять закон. Реакция была молниеносной. Трансляцию этой пресс-конференции смотрели и в Одессе, на прокурорском Майдане. Это радость. Это как гол в игре, но еще не выиграна победа. В ГПУ говорят, нового прокурора Одесской области, скорее всего, на следующей неделе назначит совет прокуроров. Пока же исполнять его обязанности будет первый зам Олег Жученко. Активисты согласны. Я вам обицаю открытую работу. Вы знаете, что двери тут забаррикадованы, но завжди открыты для всех. Будут открытены. И прошу поваги один до одного. Убрать баррикады от дверей прокуратуры активисты обещают к завтрашнему утру. Что же касается уволенного Николая Стоянова, то связаться с ним не удалось. Уже несколько дней он на больничном. Андрей Анастасов, Елена Митясова, Кирилл Ющишин. Подробности телеканал Интер. И там же в Одессе на взятки поймали полицейского. Это исполняющий обязанности руководителя следственного подразделения одного из городских райотделов. Полторы тысячи долларов и пять тысяч гривен он хотел получить от местного жителя, задержанного за кражу. Взамен капитан гарантировал, что уголовное производство закроют. Во время получения взятки сотрудники СБУ попытались задержать подозреваемого, но тот скрылся на автомобиле. Пришлось устроить погоню, стрелять по колесам, но даже когда машина остановилась, полицейский выскочил и бросился бежать. Сотрудники СБУ его все же догнали и взяли под арест. Диктаторский размах. Как в Северной Корее отметили 104-й день рождения Ким Ирсена. Об этом и не только во второй части нашего выпуска. Размер имеет значение, чем ривненские черные копатели янтаря удивили правоохранителей. Кровавый теракт в Херсонской области. Кто начинил автомобиль шестью килограммами тротила? Под ферзем. Почему Фиде отстранила от соревнований украинских шахматистов? И как к этому причастен мэр Львова? Подозреваемый в выдаче оружия для разгона Майдана. Ростислав Заворотный снова в Лукьяновском СИЗО. Святошинский районный суд столицы учел доводы обвинения и принял решение арестовать его повторно. Заворотный почти месяц был на свободе. Я напомню, 27 марта по истечении срока ареста его выпустили из изолятора. Он подозревается в организации применения оружия против участников протеста. Якобы с помощью заворотного тетушки получили более 150 автоматов и почти 48 тысяч патронов со складов МВД. Янтарные глыбы в Ривне задержали уникальную партию контрабанда. И дело не в количестве, а в размере. Огромные куски янтаря, некоторые весом до двух килограммов, изъяли в городском кафе. Как проходила эта операция, расскажет Инна Белецкая. Спецподразделение «Альфа», «Маски-шоу», «Испуганные посредники», «Ошарашенные клиенты» и «Работники». Это операция правоохранителей в пригородном кафе. Сделка минимум на 7 миллионов гривен сорвана. Люди планировали договориться, взвесить камни, рассчитаться и отпраздновать. Янтарь, вот он, в чемоданах и мешках. В СБУ и прокуратуре операцию готовили несколько недель. Говорят, понимали, что партия будет серьезная. Но такого не ожидали. Размеры камня впечатляют. Некоторые весом до двух килограммов. Вся партия потянет на 250-300 тысяч долларов. Особи, которые пробовали реализовать эту партию, были затриманы в процессе обговорения цены. И даже в период затримания была выявлена, скажем так, бухгалтерия, где была визначена цена этого товара, близко 300 тысяч долларов. Все вывозится за межи области, а потом и за межи Украины. В Украине у нас нет такого рынка внутреннего сбута камня. Еще 11 килограммов из этой же партии изъяли неподалеку от Костополя. И тоже в кафе прокуратуре объясняют. Все причастные не мелкие сошки, а оптовые скупщики. Но им тюрьма не грозит. Ведь по закону за нелегальное использование недр и незаконный оборот незаконно добытого подозреваемых не имеют права задержать на месте. Их могут только опросить и отпустить. Меру пресечения избирает суд. Криминальная ответственность максимальная. Это также штраф, арест, обмежение воли и избавление воли на срок до 3 лет. Санкция статьи, она... Да, это мягкая. Да, никакая, как нас говорят юристы, фактически. И не обеспечивает реальной ответственности людей, которые совершают этот незаконный промысел. Кстати, именно штрафом отделались те, кто имел отношение к 2,5 тоннам янтаря. Прошлым летом эта история наделала много шума. Камень обнаружили в Ривной микроавтобусе возле цеха по переработке. Потом его доставили в Киев, где глава МВД и премьер демонстрировали мешки с камнями и рассказывали об успешно проведенной операции. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Теракт в поселке Новоалексеевка Херсонской области. Это неподалеку от границы с оккупированным Крымом. Там взорвался легковой автомобиль. По предварительной оценке экспертов, мощность бомбы была эквивалентна 6 килограммам тротила. Ночью неизвестные припарковали авто, начиненное взрывчаткой, в центре поселка, возле почтового отделения. А в полдень прогремел взрыв. Сработала управляемая бомба. Пострадали 5 человек. Один из них погиб на месте. Машину разнесло на куски, обломки разлетелись на 200 метров. Автомобиль был с одесскими номерами. Правоохранители уже выяснили, что его 4 раза перепродавали по доверенности. Сейчас идут поиски последнего покупателя. Вот мы в углу вложили плитку, и машина взорвалась 7 метров от нас. Когда выбежал, только видел, что тут лежат человек, там лежит, человек там лежит. И человек вот здесь с ногой чертовался. Таксист вроде. Во время взрыва автомобиля никто не находился. Пострадало 5 человек, один из них погиб. Проезжал мимо на велосипеде мужчина 77-го года рождения. Местный житель, ну? Местный житель. 4 человека находятся в больнице районной, центральной, глинического района. Одному из них достали осколок из сонной артерии. Не прекращаются бои под Марьенко. Под оккупированным Докучаевском боевики пытались прорвать украинскую оборону, после чего засыпали пограничников минами. Все подробности в материале наших корреспондентов. Марьенко остается самой горячей точкой Мариупольского сектора. За текущие сутки здесь зафиксировали наибольшее количество обстрелов. А вот под оккупированным Докучаевском боевики использовали запрещенные минометы. Били по пограничникам. Там же под Докучаевском противник попытался прорвать линию ограничения. Сейчас в Мариупольском секторе работает миссия Красного Креста. В Марьенко и Красногоровку сотрудники организации доставили больше тысячи пакетов гуманитарной помощи. Это гигиенический набор. Вы можете прочесть, что в нем. В основном там шампунь, мыло и все такое. А вот продовольственный пакет. Здесь преимущественно крупы, масло, мясные консервы. В самом же Мариуполе сегодня вдовом погибших при обороне города пограничников Юрия Филипповского и Романа Дюмина вручили ключи от новых квартир. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Громкая история с продолжением. В прошлом году под Васильковым почти неделю горела нефтебаза БРСМ «Нафт». После чего в компании проходили постоянные, а иногда, как говорят ее представители, безосновательные проверки. И вот накануне БРСМ настигла глобальная ревизия. Сразу на 40 объектов на заправки и нефтебазы пришли налоговики с обыском. И длится это уже третий день. Почему? За комментариями мы обратились и в фискальную службу, и в саму компанию. Расследуется криминальное проведение за фактом умисного ухиления от сплаты податков службовыми особами ТОВ «НафтоСтрейд-2015», которые входят в группы компаний БРСМ «Нафта». На основе ухвала Желтного районного суду міста Полтавы, співробітниками слідчих подроздалів ДФС проводятся обшуки на заезд на автобазах. Усі податки в полном обществе сплачені. Это по-перше. А по-друге, проверки цієї компании уже происходили. И было подтверждено, что иде плата полностью всех акцизов на податки. Это, грубо говоря, отжимание бизнеса. Потому что на сегодняшний день действует рейдерская атака на мережу автозаправных комплексов под брендом БРСМ «Нафта». Это не первая такая рейдерская атака на нашу мережу. На жаль, это почти все годы, как какой-то вирус. И в этот раз методы те же, как были в прошлом году. В БРСМ говорят, что уже обратились в СБУ, ГПУ и Минфин с просьбой разобраться в этой ситуации. А вот, что думают об этом эксперты. Выглядит не как политический замовленник. Это выглядит, как выполнение замовленника в интересах третьей стороны. То есть, рейдерское захопление. Как правило, атака на такие крупные структуры происходит под прикрытием какой-то политической парасольки. То есть, что еще за все, что замовленника стоит шукать в стенах парламента. Шутка ценой в три года. Правительство Германии выдало разрешение на расследование в отношении сатирика, пошутившего над президентом Турции. В данном конкретном случае правительство выдает санкцию, отметила Ангела Меркель. Теперь Яну Биммерману грозит крупный денежный штраф, либо три года тюрьмы. В конце марта в эфире одного из немецких телеканалов сатирик зачитал стихотворение, в котором говорится о нетрадиционной сексуальной ориентации Реджепа Эрдогана. Шутник также обвинил турецкого президента в преступлениях против национальных меньшинств и оппозиции. Эрдоган счел эти выпады обидными и потребовал наказать виновного. В Нью-Йорке митинговали против Дональда Трампа. Сотни людей собрались у стен отеля, где проходила встреча избирателей с участниками республиканских праймерис. Они выражали свое возмущение лидерам гонки. Несколько человек, размахивая транспарантом Нью-Йорк отторгает партию ненависти, проникли внутрь отеля. 11 участников протеста задержала полиция. Я думаю, что путь, по которому Трамп хочет вести страну и весь негатив, который всплыл, расизм и классизм, несовместим с демократическими ценностями. Это ужасно. Я не хочу жить в такой стране. О том, как празднуют день рождения диктатора в Северной Корее, о пешей прогулке британской королевской четы в Гималаях, и не только. Об этом в нашем обзоре. День рождения с размахом, грандиозным фейерверком и массовым возложением цветов в Северной Корее отметили 104-й день рождения основателя государства Киммерсена. Не затмил праздник даже неудачный запуск баллистической ракеты. Она основательно отклонилась от заданной траектории и мероприятие провалилось. Теоретически снаряд мог бы долететь до американского острова Гуам. Королевская прогулка. Принц Уильям и его супруга Кейт побывали в буддийском монастыре в Гималаях. Путешествие длилось 6 часов. Несмотря на то, что король Бутана отправил в сопровождение несколько своих лошадей, в храм на скале знатная чета подымалась пешком. Монастырь расположен на высоте более 3000 метров над уровнем моря. И известен тем, что три столетия назад в нем медитировал один из основоположников буддизма. Просто Чехия. Так теперь будет называться Чешская республика. Еще одно короткое название официально одобрили власти страны. Использовать его будут во время спортивных мероприятий или маркировки товаров, поставляемых государством. Чтобы придать решению международный статус, МИД Чехии попросит он внести в базу данных организации переводы короткого названия на 6 официальных языков. Противники изменений опасаются, что теперь страну могут путать с Чечней. Без носа может остаться любитель пластики из Бразилии. Родриго Алвес мечтал стать похожим на куклу Кена. И уже потратил на операции 12 лет жизни и более 430 тысяч долларов. Алвес полностью переделал свое тело. В свои 32 он перенес 42 хирургических вмешательства. Пластику делает по всему миру, тратя на нее наследство бабушек и дедушек. Однажды после процедуры Алвес чуть не лишился руки, а теперь его тело начало отторгать измененный нос. Самолет, способный оторваться от земли с помощью энергии солнца, продолжит свое кругосветное путешествие. Ранее полет пришлось отложить на 9 месяцев из-за поломки. Все это время Solar Impulse 2 пробыл на Гавайях, где его ремонтировали и тестировали. На уникальной разработке французских инженеров расположены более 17 тысяч солнечных панелей. Теперь экипаж готов вылететь дальше по маршруту в Северную Америку. Аппарат уже побывал в Объединенных Арабских Эмиратах, Амане, Индии, Мьянме, Китае, Японии и США. Семейная идиллия в вольере для орангутангов. В зоопарке Мемфиса самка Джаха выздоровела после кесарево сечения и вернулась к своему новорожденному малышу. Разлука в 11 дней не притупила ее материнского инстинкта. Джаха сразу схватила дитя на руки и теперь круглосуточно с ним нянчится. Пока мама была на лечении, смотрители кормили кроху из бутылочки. Сенсационная находка. В Перу археологи обнаружили 6 мумий, которым тысяча лет. Ученые предполагают это останки женщин. Рядом с мумиями была керамика, на обломках посуды сохранился орнамент, а на останках клычки ткани. От разрушений мумий уберег специфический грунт – смесь песка и мела. Археологи считают, нашли захоронение цивилизации до Колумбовой эпохи, о которой пока мало что известно. Скандальный ход мэра Львова. Украинские шахматисты не смогут участвовать в международных турнирах. Санкции ввела Международная Федерация Шахмат. Из-за чего дисквалифицировали наших грасмейстеров и кто в этом виновен, разбиралась Галина Якушко. Все дело в долге. Украина не заплатила Международной Федерации Шахмат 60 тысяч евро за проведение первенства среди женщин во Львове. Украина в списке должников на 35-м месте, рядом с Угандой и Венесуэлой. В Шахматной Федерации Львова называют дисквалификацию катастрофой. На счет денег, я думаю, это общая ответственность всех людей, кто подписывал первый меморандум. Он подписан о проведении матча с летом Петром Алексеевичем Порошенко. Он согласился вместе с мэром города Львова, губернатором и президентом Федерации Шахмат Украины. Пострадала от санкций Фиде и Мария Музычук. В 2015 году она стала чемпионкой мира по шахматам среди женщин. И Украина получила право проводить очередной чемпионат. Организовали его во Львове. В финал вошли китаянка Хоуи Фань и Мария. По правилам обе должны были получить гонорары. Китаянка как победительница 120 тысяч евро, а украинка 80. Прошел месяц, но деньги девушка так и не увидела. Хотя родители Марии говорят, это не главное. И надеются, что Украине все же удастся уладить конфликт. Федерации Шахмат Украины уверяют, 60 тысяч это долг, который должен был погасить Львов. О чем говорится на официальном сайте. Здесь же упоминаются и письма, которые Федерация направила, в том числе и лично мэру города Андрею Судовому. С просьбой ускорить решение вопроса. Но в мэрии оправдывается, мол, уже потратили на чемпионат свыше 7 миллионов гривен. А больше и не обещали. Мы выделили кошки на подготовку Музычук. Мы выделили кошки на закупивание шаховой атрибутики в школе. Мы выделили сумму кошек и все обязанности мы выполнили. Сегодня свою позицию решил высказать и сам Садовой. В фейсбуке он признал, что город вместе с областью все обязательства по проведению чемпионата выполнили. Но вот долг не их забота, а Федерации Шахмат Украины. Впрочем, Фиде еще может отменить санкции, если до понедельника Украина подготовит и предоставит подробный план возвращения денег. И буквально только что стало известно, что президент Петр Порошенко уволил Сергея Гайдука с поста командующего военно-морскими силами Украины. Такой указ обнародовала пресс-служба главы государства. Причина отставки не указана. Но я напомню, что ранее сообщалось, что уволить Гайдука требовали волонтеры нескольких фондов. Они заявляли о коррупции в ВМС и настаивали на проверке и переаттестации командования. У меня на этом все, но сразу после подробностей. В эфире главное политическое ток-шоу страны «Черное зеркало» с обсуждением главных событий этой недели. Поэтому не переключайтесь. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей. Хорошего вам вечера и до встречи.